сегодня 24 сентября в общем то здесь показывать нечего потому что сейчас туман третий день осени у нас в калифорнии наконец-то наступили холода темное серое свинцовое небо но это еще не факт что осень началась еще впереди лето будет ну вот что-то у меня сегодня такое настроение рассказать о том почему я не учу английский ну вот те кто хотят сразу услышать ответ может отключаться потому что я буду наверное говорить долго и нудно это в двух словах не расскажешь но потихоньку буду показывать поля вот здесь вот что-то растет не знаю даже что может капуста какая и же много этих сортов капусты и салатов похожих на капусту здесь в принципе показывать нечего сейчас но у меня есть много чего показать но так как я не умею водить машину смысле я и умею водить но я не боюсь водить то и поехать и показать то что я знала видела я это сейчас не могу я завив завившую хотя нельзя так сказать я завившую от того как что меня туда повезут про английский у меня с английским языком сложились очень непростые отношения потому потому что я не любила этот язык английский мне нравился немецкий я как-то смотрела тогда было очень много военных фильмов и этих немецкую речь я часто слышала оттуда слушала и мне он нравился этот язык не знаю даже почему хотя фильмы были такие вот очень грустные и когда стали изучать английский ну я выразила свое желание учить английский ой немецкий но кто меня будет слушать никто не слушал я росла билинга семье разговаривали на двух языках и я как-то больше старалась говорить на русском потому что потому что если если бы я тогда заговорил на своем родном языке у меня бы был бы непоправимый акцент который очень сложно потом в русском языке преодолеть и мне было очень я не скажу что сложно мне было даже сказать можно и не сложно а легко сначала слушать на на своем родном языке потом переводить на русский и отвечать на русском языке ну я читала много русских книг пошла в русскую школу потом на факультет русского языка и лидера филологических будет и там я уже тоже стала искать и от этот начальную немецкую группу но начальной не было были продолжающие и естественно меня туда не взяли вот я уже рассказывала на чем закончилась закончилось мое изучение немецкого языка так вот про английский язык когда я приехала в америку ну я уже рассказывала там что я училась на трех месячных курсах которые впрочем мало что дали я ничего не понимала и я никто не объяснял это и не стремился объяснить потому что все это стоило очень дорого английский язык и учителя преподаватели репетиторы они стремились как можно дольше удерживать этого ученика в год по чайной ложке давать или в день по чайной ложке как говорится не знаю да давать материал разжевывать его как-то в отрыве от всего языка чтобы побольше денег тянуть вот таким образом я вот сына отдала 5 долларов в час я платила за английский она полтора года его учила но ничему не научила практически я так думаю что ничему не учила и он вообще не разговаривала хотя он уже был как 13 14 лет он не разговаривал на на английском языке и потом я отдала его параллельно с этим то что я оплатила за час пять долларов я отдала его на трехмесячные курсы к одному известному ну бывшему директору нашего нашей школы он это тогда уже было пожилого в пожилом возрасте и он преподавал на курсах забыл как называл называли назывались эти курсы дмитрий григорьевич его звали и он так как-то быстро молчил и это учительница когда вот я уже пыталась несколько раз уже отойти от этих плат по 5 долларов в час то она мне звонила и говорила ой он у нас так хорошо начал говорить по-английски это такой толк хороший туда-сюда и вот так вот она лапшу вешала полтора года и вот так вот я платила ей я не стала ей говорить почему он стал хорошо разговаривать что он пошел на трехмесячные курсы также назывались эти курсы дыль по моему дыль да назывались в центр он ходил и я когда приехала вот в америку вот я начала с этого что я приехала в америку и у меня как-то вот ну я привезла с собой и словарь который я показывал такой толстенный коллинз по моему словарю и не помню я коллинз кажется а ну я приду дам посмотрю хотя я уже далеко запрятала в ящик в коробку так вот я хочу хочу сказать что я стал по этому словарю учить английский это было очень тяжело очень хотя вот у меня было много учебников которые накупила себе меня такие вообще хорошие учебники были просто слов нету я еще несколько учебников дома оставила у себя на родине и в какой-то момент мне открылся youtube не сразу как я приехала где-то месяцев через пять я открыл для себя что существует так такое что youtube и там вот я как-то напоролась ну я мне это подкидывали youtube не подкидывал всяких блогеров и вдруг я на ирина колосова наткнулась и вот там я научилась читать и у меня это дело быстро пошло я старалась старалась в день по сто слов учить по сто слов учить и я думала так что я хоть там и говорили что нельзя в контексте отдельно слова учить надо учить в контексте чтобы все все было этот закреплено я это не слушала я просто у меня уже был навык изучения языков вот допустим своего родного я просто слушала я слушала слушала и в какой-то момент я уже потом стала разговаривать на своем родном языке но стало много чего понимать а так у меня было какое-то отторжение что мне нужно было изучать русский язык и изучать причем хорошо и правильно и вот я когда приехала в америку то у меня такое же отторжение было от английского языка что я я боялась забыть русский язык как-то я тогда даже это такое могло возникнуть ну судя по моему бывшему мужу я вот он устал забывать русский язык он у него акцент на русском языке появился он с трудом подбирает слова он в общем то он причем он он английский выучил после 40 лет до 40 к 40 годам он стал учить только его до этого тоже мало что знал и вот я по нему уже знаю что это очень сложно одну и блогеров смотрела что сложно потом и как-то изучать этот изучая английский язык потом сохранить русский язык чистым это же очень трудный язык русский язык и поэтому что начинаешь изучать другие другие языки более легкие и потом начинается вот теряется русский язык и вот это для меня так страшно было потому что это же был мой хлеб что русский язык он был очень востребован у нас там у меня было много этих учеников чтобы как-то зарабатывать себе деньги на жизни потому что зарплата была маленькая и не хватало и на эту зарплату очень много претендентов было туда отдай сюда отдай и вот в америке мне было очень страшно что я потеряю русский язык я как-то вот все отторгала вот этот английский язык вот я думала что я выучу слова и заговорю просто буду разговаривать на английском но потом я стала вдруг видеть что я вроде бы в предложении все слова знаю а понимать предложение я не могу даже вот перевести его правильно я не могу я просто слова перед перевожу и все ну вот вчера вчера я снимала фидекс для вас и вот этот вот эта машина фидекса она сделала круг подъехала ко мне остановилась он вышел и начал со мной разговаривать у меня сразу какой-то такой вот ступор я сразу ну я поняла почему ко мне подошел я его спрашиваю канцел достал телефон он ну 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 и начал мне говорить а я ему сразу вот нас в школе в пятом классе сразу научили тому что как сказать я не по ней я не понимаю айдон ты understand нам не объясняли что такое дом что такое но что такое а ничего не объясняли на просто тупо давали из учебника слова надо было их учить и нужно было переводить и желательно со словарем переводить это вот начиная с пятого класса и продолжали 3 курсом вуза университета вот ничего не объясняли и вот вот эта фраза она очень сильно помешала мне в жизни вот айдон танды стал потом я немножко еще некоторым фразам научилась а в принципе вот что это такое никто не объяснял я говорю почему не объяснял потому что это были деньги всегда живые деньги хорошие деньги если если бы преподаватели это все объясняли и разжевывали и ученик это все понимал то ну как сейчас считается 15 16 уроков и все уже можно дальше самому изучать английский язык и тогда бы они остались без хлеба ну вот я с темы на тему перескакиваю но я потом объясню почему у меня так сейчас со мной происходит и в общем я потихоньку стала учить английский язык и уже так вот немножечко у меня так вот у меня вообще всегда очень хорошая память была потому что я ее развивала я учила стихи я очень много читала и вообще мне вот это вот и зрительную память я всегда в себе развивала как-то нас вот в школе этому научили в университете как надо запоминать что надо запоминать и как все это очень важно и я выучила где-то две тысячи слов но через два года когда уже я окончательно решила что я не останусь в америке что я два года по пожила вот я тогда вспоминаю да мне казалось ой я так много здесь увидела так много узнала там мы в джорджию ездили в саванна это там саванна по моему город вот я уже стала забывать город саванна мы там посетили так красиво там было вообще вот никакие передачи они этот орел и решка они не передадут всю красоту саванны и всего там обустройство жизнений на этих болотах так вот я стала вот выучила вот эти две тысячи слов и как-то у меня не было стимула изучать английский язык потому что я уже знала что я здесь не останусь я перестала его учить потом я еще работала мне было некогда я сильно уставала я у нас выжимали прям как это не знаю как нас выжимали на работе и старались пораньше отпустить домой чтобы меньше нам заплатить он такой длинное видео выйдет но я не могу короче записать потому что это очень сложная для меня тема английского языка и вот я три года его не учила я даже не учи не открывал учебники вот сейчас у меня есть розетта стон уже наверно месяц или больше 300 долларов мы покупали вот этот хотя я была против розетта стон я считаю что это очень очень когда мне первый раз не купили это там на три месяца всего лишь 50 долларов для меня это очень все было неправильно потому что я вот смотрю вот эти слова предложения все хайкинг я думаю что хайкинг это пешком меня на на работе спрашивают а как ты сейчас домой пойдешь я хочу сказать что я пойду пешком я буду хайкинг они так на меня смотрят такими глазами дикими мексиканцы что я домой пойду через горы наверно не подумали потом они один раз ко мне подошли хотели там у них у американцев принято чтобы вместе сдать по 10 долларов где-то купить какую-то еду и вместе сесть и покушать эту свою еду там у каждого на этим на коробочке будет написано и че имя и а я как раз у розетта стон там этот а хаван выучила что там девушки давали яблоко а у нее в руках был яблоко но я подумала что раз у меня у меня-то еда есть 10 долларов для меня неподъемные в то время были да и сейчас я не могу хоть не могу сказать что для меня ли сейчас 10 долларов это подъемный я им говорю а хаван они так на меня смотрят переспрашивают 30 раз переспросили а я им все а я им все твердую как они не понимают а хаван что у меня есть обед что я буду обедать то что то что я себе дома приготовила но я так думаю я это не говорил им и вот так вот я три года не изучала не сейчас у меня месяц как есть это розетта стон опять я вот первый урок открыла все прошла на сто процентов но правильно я здесь уже 5 лет нахожусь конечно я на сто процентов первый урок то сдам и в общем закрыла и больше я не открывала вот сейчас все подходит к тому что мне надо изучать английский язык а я не могу себя заставить я три года не открывала ни учебники не словарики ничего я не открывала и мне просто мне какая-то вот сила воли как будто бы подавлена я не могу сесть и заставить я уже что только не делала и книжный шкаф принесла в свою комнату и книги расставила чтобы были доступны и на столе у меня всегда вот это все разложено я даже не подхожу к этому всего я не открываю но я хочу сказать что я два раза переболела к видом что это к вид я точно знаю потому что это как раз в то время началось и моя работа сопряжена была с тем что я вот очень ну контактировала и все это происходило на моих глазах то что вот то что происходило до до объявления вот карантина вот уже за два за два три месяца я уже вот это все видела вот на примере своей работы что что все как это происходит я первый раз переболела и у меня какой то вот началось вот в голове и в голове и вот левая сторона стала вот опухать она в принципе до сих пор она не прошла это вот последствия к вида к я так очень тяжело переболела а так как я не могла оставаться дома то я и у себя на родине я в советские времена никогда на больничный старалась не ходить потому что нас так запугивали что это сказывается на пенсии ну естественно это сказывалось на зарплате зарплату не хотелось даже одной копейки терять потому что зарплата всегда не хватало мне например всегда не хватало зарплаты какая то вот какая бы большая зарплата не было временами это просто машина вон отъезжает которая вот она просто едет вот они колеса меняют для своих вот этих машин макин больших и так шумела она и должна не слышно было боже я даже забыла на чем я остановилась то вот с этим с этим траком не могу вспомнить а я говорила о болезни и вот я на ногах все это перенесла я таблетки таблетки и на работу и еле живая была и старалась еще на работе сделать вид что я не больная потому что они сразу поймут что я хуже работаю хотя я хуже не работала и могут просто сказать иди домой и не заплатить это такое здесь очень это принято такое лишь бы не заплатить это может быть даже не от государства зависит от людей которые вот повыше тебя менеджеры это еще там эти супервайзеры это от них зависит потому что они старались себе побольше там на дней написать побольше часов написать они себя ставили всегда в этот в праздничные дни старались пораньше тебя отпустить домой чтобы вот не платить вот этот час или там полчаса или 15 минут не платить и вот я вот так вот на ногах принесла и уме и вот с тех пор я как-то вот стал немножко хуже соображать у меня стала плохая память но не до такой степени она у меня еще была в то время хорошая потому что у меня всю жизнь была очень хорошая память я могла допустим имя фамилию один раз увидеть услышать я через 30 лет могла 100 в точности все воспроизвести даже если я это год рождения там или дату рождения я могла все это потом числе цели вспомнить если увижу этого человека потом уже будущее во время карантина ровно через год и это был январь-февраль это двадцатого года когда еще не было карантина я болела первый раз к видом и второй раз я ровно через год заболела тоже это был январь-февраль но скорее всего даже не январь-февраль а февраль-март там тоже но уже я легче перенесла уже не так сильно но все равно мне было очень плохо и тоже опять вот эти вот последствия что у меня вот это усугубилось вот мое состояние и все и вот как отрезала и у меня такая стала плохая память я стала забывать слова я даже не то что на английском хотя вот на английском если вот какое-то явление и у меня сразу так смутно так вот размывчато появляются вот эти вот буквы и я вспоминаю это слово и я не уверена это ли это слово или нет но оказывается всегда что это слово и вот такая какая-то неуверенность появилась у меня и после после второго после второго раза как я переболела к виду все мне как отрезала я вообще вот как это безвольная стала не в том смысле что безвольная там в отношении с людьми там или где-то в другом месте а в смысле того чтобы заставить себя учить заставить себя что-то делать я еще могу а вот чтобы сесть и учить английские вот это вот я не могу хотя хотя русский вот я могу допустим ну что-то заставить себя вот поднять это учебник или словаре и вспомнить это вот такая вот стала плохая память и вот куда с такой плохой памятью ты боже ну надо мне сейчас себя просто переселить и вот я всегда раньше могла вот себя переселить заставить что-то делать ну я имею ввиду учебу я имею даже не учебу английский язык именно и ну или какой-то там еще что-то такое образовательное а сейчас я просто не могу себя это заставить делать и сейчас вот мне уже нужно опять вот это все открывать изучать продолжать я знаю как все это делать. Вот самое главное, что я знаю, как уже все это сделать так, чтобы это все я быстро выучила язык. Я просто не могу себя заставить. Ну вот второй раз, когда я ковидом переболела, я уже была на карантине дома, нам платили пособие по безработице. Я уже, ну может быть, из-за этого я легче перенесла, что я могла себе позволить пассивный режим, не ходить там, не работать в таких жестких условиях. Второй раз уже было как-то легче перенести это заболевание. Но я считаю, что это был ковид. Потому что во-первых, все симптомы были, и особенно вот эти вот последствия после ковида, они тоже есть. И я не делаю до сих пор себе вакцину, потому что я знаю, что я третий раз просто не переживу. Если я третий раз ковидом заболею, что я просто не переживу вот эту болезнь третий раз. Хотя говорят, что и третий, и четвертый раз можно заболеть. Ну на этом я заканчиваю. Я не знаю, хорошо ли я объяснила, почему я не учу английский. Я пять лет в Америке, и я не говорю на английском языке. Так вот, я начала еще рассказывать, там, по-моему, тракт меня отвлек от этого. Вот этот Федекс подошел ко мне, стал говорить мне, да, и у меня сразу вот как раз так отрубает, и я не слушаю его. Я уже раньше иногда вот этот, хотелось мне послушать, что говорит, я не понимала. А это я как-то сразу так у меня раз. Я ему одним-двумя словами отвечаю. Ну, он, ну, 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 я ему объяснила, что я ютубер. Ну, как я объяснила? Я говорю, а я блогер? И мне сказали, что они не понимают слово блогер. Я говорю, ютубер. И он так успокоился, ушел, уехал этот Федекс. Я потом пришла домой, и я вот эту всю ситуацию прокручиваю, и думаю, я же должна была вот так вот так вот так сказать. Я должна была послушать, что он мне там говорит, хоть стараться что-то понять. И у меня, в принципе, всегда так в Америке происходит. Я сначала одним словом что-то отвечу, вот как я начала слова. Меня же никто не учил, как английский надо изучать. Нам вот на трехмесячных курсах сказали, учите слова. Как их учить? Они не говорили, учите. Ну, это было в их интересах, чтобы их рейтинг не падал, что мы должны учить слова, и мы должны этот, сдать вот этот экзамен. Ну, экзамена, в принципе, такого не было, но сертификат дали за три месяца. Этот сертификат дает право на преподавание начального уровня английского языка. Но, в принципе, если вот мне преподавать английский, я смогу, конечно, дать больше, чем я ну, во-первых, сама получала, и чем многие преподаватели, что могут дать многие преподаватели. такое длинное видео, 23 минуты, даже не знаю, я его выставлю, не выставлю. Ну, если кому-то сложно было слушать мою вот такую речь, но тоже войдите в мое положение, потому что, во-первых, у меня возраст уже пенсионный, и, во-вторых, вот эта вот изоляция сказалась, ну, и плюс вот эти вот два раза перенесенный ковид. Ну, пока. Спасибо всем, кто выслушал, кто понял, особенно для тех, кто понял.